всем привет здравствуйте вы на канале турки space я олеся меня зовут владимир сегодня мы вам расскажем как подключить коммунальные услуги в турции погнали идем подключаем свет если не знаешь какая компания обслуживает твой дом то спроси у владельца квартиры либо если в квартире есть старые счета смотри на них там указано название компании их сайт а также у тебя же есть уже еди в лет можешь зайти в еди в лет и посмотреть компанию по адресу своему в котором ты сейчас живешь если проживаешь в стамбуле то в этом городе три электрокомпании обслуживающие дома это педаж энерджиаса и с к с к буазычи и божичи и базы ч электрик турции квитанции на оплату коммунальных платежей называется счета фатуры заявку можно подать онлайн через еди в лет сначала попробуй там найдя нужную обслуживающую компанию но часто случается так что увидишь сообщение вы не являетесь клиентом компании в этом случае придется идти ножками открывай google карту и набирай название нужной тебе компании иди до ближайшего офиса с собой возьми следующие документы иначе без них придется вернуться обратно мы с таким уже сталкивались сейчас перечислить тебе пакет документов тебе надо взять с собой карту и комет договор аренды на квартиру старый счет фатура если он имеется его могут тебя спросить могут не спросить если нету старого счет фатура то сфотографирую последние показания счетчика и пятое самое главное в любом случае сфотографирую счетчик обычно счетчики находятся внутри квартиры если живешь в сити это такой жилой комплекс с охраной то смело еди на пункт охраны да не шма называется и спроси у охранника где находятся счетчики он за руку вас отведет прям до самого счетчик и последний пункт которого не назвал это полис страхования от землетрясений здесь он называется доска это обязательно его попросил у владельца квартиры ему ничего не стоит спросить вам фотка на ватсап и будьте готов к тому что при подключении коммунальных услуг им необходимо будет нести возврат на депозит при оформлении абонемента на себя тебе предложат разбить оплату депозита на несколько месяцев на два три четыре месяца таким образом в каждой квитанции будет указана сумма помимо потраченной электроэнергии которую необходимо оплатить а могут и не предложить а сразу разобьются на два месяца об этом будет указано в договоре который заключать также как и сумма депозита будет прописано в твоем договоре общее а могут и не разбить и и не предложить разбить тогда придет первая квитанция в которой будет указана сумма депозита который нужно ввести помимо счета за электроэнергию который ты уже потратил иногда бывает так что могут предложить вынести депозит на месте либо аналом либо картой да будь готов к разным вариантом развития событий в турции здесь нормально все зависит от оператора на которого ты попадешь и от его настроение турция страна настроения мы разбивали депозит на несколько месяцев и оплачивали картой квитанции в еди влет так очень удобно не нужно никуда ходить и при этом не платить комиссию за оплату оператору если будешь переезжать в другую квартиру то абонементы там же на еди влет ты закрываешь и на указанную турецкую карту у тебя через несколько дней возвращается весь твой депозит ну ты делай так как тебе удобно либо плати на месте либо разбивай либо оплачивай сразу мы за электричество заплатили 360 лир депозита цена депозита может варьировать от 250 до 500 лир в зависимости от компании которая обслуживает дом следующее идем подключаем газ турции действует две системы подписки на природный газ эта система предоплаты это когда вносишь определенную сумму на счет своего абонента и пользуешься газом а каждый месяц система списывает сумму которую ты потратил это по типу авто списания с карты по налоге с рф но здесь списание происходит не с карты непосредственно со счета абонента и система поста платы привычная для нас для всех то есть это сколько потратил столько и заплатил вот прошедший месяц если живешь в стамбуле то весь город обслуживает компании икдаш также название компании можно посмотреть в старой квитанции или также в едивлет по своему адресу подать заявку на газ можно в системе едивлет действую по инструкции последовательно отвечая на вопросы предлагаемые системой и когда дойдешь до конца то система предложит тебе выбрать дату рандеву то есть это не значит что тебе надо куда-то идти это означает что выбранную дату в утренние часы придет сотрудник для проверки исправности счетчиков и вручит тебе об этом квитанцию за день до назначенной даты на турецкий номер придет смс предупреждающий о посещении сотрудника газовой службы если вдруг и в этом случае вам система отказала в оформлении газа на себя то также по аналогии с электричеством идите в ближайший офис найдя его на google карте возьмите с собой тот же пакет документов только здесь уже не потребуется страховка даст также обязательно не забудьте сфоткать показания счетчик депозит на газ самый высокий из всех коммунальных платежей ну в общем как и счета на газ мы за газ заплатили и 775 лир разделив его на 4 месяца депозит также возврат и возвращается вам на карту при расторжении договора на газ депозит может достигать от аж 1200 лир и зависит это от того когда построен дом и первичное ли это оформление или переоформление еще зависит это от количества оборудования которые используют газ то есть у вас только печка и комби это это будет одна сумма депозита если там добавляется еще какой-либо котел духовка то это будет по нарастающей ну так ведь так свет и газ у нас уже есть подключаем воду как же без нее стамбуле работает компания под названием иски если ты живешь другом городе то узнать обслуживающую компанию можно также из старых счетов которые как правило валяются в квартире после прошлых арендатор а также можно зайти в виде в лет и по своему адресу узнать обслуживающей компании кстати как оформить эти в лет можете посмотреть вот здесь если же вам онлайн опять не удалось оформить и на себя воду а также находите адрес ближайшие google картах и идите в офис собой возьмите все тот же пакет документов и страховку даст таким образом даст вам потребуется для оформления воды и электричества и обязательно сфоткайте счетчик все время напоминаю иначе вас отправит обратно домой депозит на воду составляет ну вот у нас оставил например 250 лир если это первичное подключение только что построенном доме то может доходить и до 700 лир при при подключении абонементов на себя цена депозита значительно ниже и везде требуется наличие турецкого номера но он у вас же есть уже выше уже своим же когда приходишь в офис сразу же иди к охране и при помощи онлайн переводчика попроси что ты хочешь то есть назови и что я хочу переоформить там например воду и охране сразу же тебя направит к нужному оператору либо возьмет тебе талончик с номером очередь с оператором также общайся с помощью онлайн переводчика здесь все сотрудники госучреждениях доброжелательные и готовы тебе помочь и будут также использовать онлайн переводчик либо на своем телефоне и либо прямо с твоего мобильного будь смелее ничего не бойся местные привыкли к большому количеству иностранцев которые не говорят ни по-турецки не по-английски и относятся к ним с пониманием если вдруг ты проживаешь в квартире не один то абонементы оформляйте напополам например кто-то возьмет на себя воду газ а кто-то электричество и интернет их могут запросить в вёч чтобы не вышло так что у одного папка пустая у другой по у другого полный все оформление в каждой организации займет от силы 20 минут за ним нужно оформить все абонементы на все коммунальные услуги даже с учетом того что придется ездить с офиса в офис если онлайн все таки не удалось вам ничего оформить то в первую очередь езжай оформлять воду так как в этой компании самый короткий рабочий день ну что теперь ты с водой газом и электричеством удачи всем пока подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить важные видео которых мы расскажем вам много интересной информации пока